Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады снова и снова приветствовать вас на вечернем богослужении Церкви «Новая жизнь». Добро пожаловать! Слава Богу, что вы присоединились к нашей трансляции. Я верю, что Бог благословит вас через слово проповеди, через поклонение. И я предлагаю вам сегодня вечером исполнить ту заповедь, которую апостол Павел нам оставил в послании к фессалоникийцам, когда он говорит «Непрестанно молитесь, всегда радуйтесь и за все благодарите». Давайте в этот вечер поблагодарим нашего Господа за все Его дела, за все, кем Он является, за все, что Он делает в нашей жизни. Вознесем Ему наше сердце в благодарности и прославим Его. Господь, Господь, к Тебе прихожу, лишь об одном сказать я хочу. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. Забрал мой грех и мой стыд, Болезни взял душу мне и исцелил. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. С благодарностью руки возношу, Одному Тебе, мой, я сказать хочу. Спасибо Тебе, мой Господь, Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Спасибо Тебе, мы благодарим Тебя за все наш Бог. И славим, возносим наши сердца в хвале и благодарности Тебе, О, Иисус, О, Господь, за все дела Твои, За то, что свет в мое сердце излил. Спасибо Тебе, спасибо Тебе. С благодарностью руки возношу, Одному Тебе, мой, я сказать хочу. Спасибо Тебе, мой Господь, Спасибо Тебе, Мой Господь, спасибо Тебе, Я Тебя благодарю, спасибо Тебе, Мы благодарим Тебя, Спасибо Тебе, да спасибо Тебе, Мой Господь, спасибо Тебе, Спасибо Тебе, с благодарностью руки возношу, Одному Тебе, я сказать хочу. Спасибо Тебе, мой Господь, Спасибо Тебе, за все Тебя благодарим, Спасибо Тебе, мой Господь, Спасибо Тебе, спасибо Тебе, Спасибо Тебе, мой Господь, Спасибо Тебе, спасибо Тебе, И мы будем провозглашать, Что Ты царь над всей этой землей, Ты владыка и Ты правишь, Господь, Ты управляешь всей вселенной, Ты царствуешь во веки и веки, Ты тот, кто был, Ты тот, кто есть, И тот, кто скоро вернется, Слава Тебе, слава Тебе, От начала сотворенья эта песня повсюду звучит, О, громче шума водопадов и сильнее снежных лавин, О, это песня всех спасенных народов африканских равнин, О, это песня освобожденных жителей холмов и долин, Да, это песня континентов, Песня всех народов и страхов, Да, это песня те, кто верит в Спасителя Иисуса Христа, И поют народы слава, слава. Хол can't believe the Holy Spirit, И поют народы слава, слава. Аллилуйя, он царь, он царь И поют народы слава, слава Аллилуйя, он царь, он царь И поют народы слава, слава Аллилуйя, он царь От начала сотворенья эта песнь повсюду звучит Громче шума водопадов, громче шума водопадов Сильнее снежных лавин Да, эту песню поднимают, ветры несут по земле Но пусть поют народы мира и объединятся в хвале И поют народы слава, слава, аллилуйя, он царь, он царь И поют народы слава, слава, аллилуйя, ты царь И поют народы слава, слава, аллилуйя, он царь, ты царь И поют народы слава, слава, аллилуйя, он царь Умолкнут все силы тьмы, когда дети Божьи поют Пока звучит глаз хвалы, наши враги безмолвствуют Пойте дети Божьи слава, слава, аллилуйя, он царь, он царь, и Пойте, дети, Божьи, слава, слава, Аллилуйя, Он Царь. Все народы, все племена поют, Аллилуйя, Аллилуйя, все народы, все племена поют, Аллилуйя, Аллилуйя. Все народы, все племена поют, Аллилуйя, Аллилуйя. И поют народы, слава, слава, Аллилуйя, Он Царь. 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 Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Здорово, что в этот прекрасный день мы все вместе с вами можем собраться дружно, всей Церковью, всеми вместе помолиться, послушать Слово Божие, разобрать Его вместе. Провести это время, этот час вместе друг с другом. В молитве и под благословением нашего Небесного Отца. Давайте сначала сейчас вместе с вами помолимся за нужды наших ближних, наших братьев и сестер. Вы знаете, очень многие сейчас нуждаются в Божьем благословении, в исцелении, я не знаю, в утешении, в каких-то других вещах. Они взывают Господу и просят, чтобы он прикоснулся. Давайте сейчас, может быть, кто-то из вас сейчас болен или в чем-то имеет нужду, или вы знаете таких людей. Давайте сейчас в своих сердцах вот раскроем и сокроем этих людей, самих себя, свои нужды и помолимся вместе. Дорогой наш Небесный Отец, мы приходим при Твое лицо и просим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты наполнил. Мы бывают бессильны в своих нуждах, мы бывают бессильны в обстоятельствах, в которых находимся. Но мы знаем Великого и Всемогущего Небесного Отца, детьми которого мы являемся. И мы доверяем Ему, верим в Его могущество, в Его силу, в Его любовь, в Его милость каждому из нас. Мы просим Тебя, наш Небесный Отец, которым Ты являешься для каждого из нас, просим, прикоснись, наполни, дорогой Господь. Ты видишь каждое жаждущее сердце, кто сейчас взывает к Тебе, просит за себя или за других людей. Мы молимся Тебе и просим, благослови, наполни, прикоснись своей рукой. Пусть Твое утешение, мир, любовь, Господь, исцеление, здоровье наполнят каждого человека во имя Иисуса Христа. Молимся за тех, кто сейчас болеет, кто нуждается в исцелении особенно. Молимся и просим, чтобы Ты облегчил их страдания, облегчил их физическое состояние во имя Иисуса Христа. Благослови наши семьи, благослови, Господь, отношения между супругами, между родителями и детьми. Благослови тех, кто нуждается, Господь, в финансах, нуждается в работе, кто хочет трудиться, но не может найти работу. Прикоснись. Мы также молимся за тех людей, кто особенно нуждается в Тебе, кто еще не знает Тебя. Мы молимся, чтобы их сердца стали мягкими и доступными для Тебя, чтобы они открыли свои жизни для Тебя, и Твоя святая кровь смогла мыть их жизни, чтобы они снова, как и мы, стали Твоими детьми. Благодарим Тебя, дорогой Господь. Мы от всего сердца, Господь, благодарим Тебя за те благословения, за те милости, которые Ты даруешь нам. Потому что каждый день, Господь, Ты являешь Своё чудо в наших жизнях. И у нас, конечно же, есть за что Тебя поблагодарить. За Твою, Господь, волю, за Твоё, Господь, утешение, за Твою охрану и защиту, за то, что каждый день Ты находишься рядом с нами. Благодарим Тебя, дорогой Господь. Давайте поблагодарим Его. Возможно, у Вас есть какая-то вот благодарность особенная в сердце для Него, Он что-то сделал для Вас. И Вы можете сами сказать Ему спасибо. Спасибо Тебе, Господь. Замечательный день сегодня. Хотя бы потому, что Господь сотворил. И Он ещё не подошёл к концу этот день. И даже если Вы с сегодняшнего утра суетились, работали, что-то делали, были озабочены какими-то важными делами, то сейчас Вы можете остановиться для того, чтобы понять, что же Господь приготовил для Вас, за что Вы можете ещё Его поблагодарить или узнать что-то от Него, то, что Он приготовил для Вас как волю свою. И сегодня мы с Вами поговорим на такую тему. Вообще, я назвала тему этой проповеди, это труд любви. Это не совсем будет проповедь, это у нас такое будет интересное изучение вместе, как, я не знаю, практика, семинар такой. Труд любви. Не буду дальше Вам рассказывать, всё поймёте дальше, про что это. Вначале хочу рассказать такую историю, мне её тоже рассказала моя сестра во Христе, моя подруга. Не так давно, 6 сентября, умер знаменитый футболист, французский футболист Жан-Пьер Адамс. Мы его сейчас практически не знаем, почему, потому что он уже давно родился, и он умер в достаточно пожилом возрасте. Но вся его история, история, может быть, даже не его жизни, а его семьи, она интересна. Интересна и очень поучительна, по крайней мере, для меня была. Чем она была поучительна? Ещё, когда у него была карьера, ещё не закончена, его футбольная, то у него произошла проблема с коленом. И ему нужно было сделать, в принципе, несложную операцию. Но случилось именно в то время, когда ему должны были делать операцию, запланировали, то была забастовка, забастовка врачей. И в госпитале проходило 8 операций, и на все эти 8 операций был всего лишь один анестезиолог. И когда проходила операция, то следил за состоянием Жан-Пьер Адамса не врач, а стажёр. И так как Жан-Пьер Адамс, он имеет не белую кожу, а чёрную, то стажёр не смог определить, что ухудшилось его состояние под анестезией. И получилось так, что после этой операции он не пришёл в себя, он впал в кому. И вы знаете, в этой коме он провёл 39 лет. Ну вот такая жизнь его, да, представляете, 39 лет он провёл в коме. Но самое интересное и необыкновенное, это то, что произошло с его семьёй. Все эти 39 лет за ним ухаживала, наблюдала, его реабилитировала, кормила. В общем, всё это время проводила его жена Бернадет. Вы знаете, когда мы слышим такие истории, или кто-то страдает так из наших ближних, да, вынужден ухаживать за своим больным родственником, то мы испытываем сочувствие, сожаление, жалость. Многие из нас, мы представляем, как это ухаживать за больным человеком, за больным родственником. Но вы знаете, когда год назад брали интервью Бернадет, его жены, она сказала такую фразу, что она все эти года, которые ухаживают за ним, она живёт любовью. И она не считает себя несчастным человеком, «Потому что жизнь подарила ей те бесценные счастливые годы, а сил ей придаёт то, что любимый человек живёт и нуждается в ней». Когда она это говорила, правда, в ней не было ни тени сожалений. То есть всё, что она делала, для него она делала с любовью. Практически всё это время она находилась рядом с ним, иногда она как бы оставляла его, но она это делала на недолгое время. У неё дети, у неё сыновья, которые были вместе с ней и выросли, стали взрослыми. Вы знаете, она говорит про любовь. И вот здесь мне так это коснулось, потому что когда ты 39 лет ухаживаешь за человеком, то как думаешь, как это реально испытывать такие глубокие чувства любви, ну вот эмоции, которые мы испытываем к своим ближним. И вы знаете, это на самом деле в её случае, я думаю, и во многих наших, это не просто эмоции, не просто чувства. Это на самом деле труд. Это её выбор и её труд. Давайте прочитаем два местописания. Первое местописание – это первое послание к фессалоникийцам. Я прочитаю со второго по третий стих. Павел говорит, «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно пометуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа перед Богом и Отцом нашим». Труд любви упоминает Павел, когда обращается к фессалоникийской церкви. Вы знаете, когда современный перевод, читаю, что там даже написано так – «усердный труд любви». Прочитаю сразу из «Евреев». «Евреев», послание к евреям, 6 глава, 10-11 стих. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Здесь тоже автор упоминает про труд любви, обращаясь к евреям, в послании к евреям. Вы знаете, вот для нас что вызывает у вас слово «труд»? Вот я просто думала об этом, что у меня какие эмоции, какие чувства вызывают слово «труд». чаще всего это какая-то вот, ну, ну, не любовь, да? Как-то мы так настроены, не знаю почему, вот, хотя бывает нас так, ну, как бы, некоторые из нас воспитаны трудиться и любят трудиться. Но вот если я сейчас своих детей, вот, особенно младшую дочь, спрошу, да, труд, потрудиться, если я буду ей говорить про это, то я думаю, она вот так вот поморщится, и это будет, ну, как-то вот не очень приятно. Я вот приготовила сейчас весы, и давайте поговорим, что для нас труд. Вот что для вас труд? Вот я взяла ножницы, которые у меня так труд будут олицетворять. Вот что для вас труд? Возможно, это усталость. Вот выберу какой-нибудь коричневый карандашик. Что еще для вас может быть труд? Там плохое настроение. Ну, вы устали, правда? Плохое настроение. Тоже такой, фиолетовый. Что еще мы можем на эту чашу весов поставить с другой стороны? Может быть, изнеможение? Или плохое самочувствие? Ну, когда я задумываюсь вот над этими местами описания, которые мы с вами прочитали, то здесь совершенно другой окрас слова труд. Труд любви. Давайте немножко по-другому подумаем с вами. Даже если вы испытываете какие-то негативные чувства, эмоции, то сейчас мы давайте с вами от этого отойдем и посмотрим по-другому. Что мы можем расположить, основываясь на Божьих посланиях, основываясь на Божьей любви к нам? Труд. Что на другую сторону можем положить? Любовь, правда? Труд любви. Ну, какой-нибудь веселее, розовенький. Что еще мы можем положить? Радость. Правда? Вы мне скажете, как можно радоваться? Вот сейчас подумаем вместе, что еще может быть? Удовлетворение от того, что мы трудимся? Как мы можем радоваться? А вот давайте сейчас представим такую историю. Ну, такой пример вместе с вами. Например, хозяйка дома, она готовит праздничный обед. У нее, не знаю, события, день рождения, юбилей или какое-то другое событие интересное, годовщина, да? И она готовит праздничный обед. Она трудится, она смотрит, чтобы у нее вся квартира была прибрана, чтобы все было на своих местах, чтобы были приготовлены разные блюда, для того, чтобы гости, которых она позвала, они, ну, получили радость от пребывания в ее доме, они не остались голодными. И, конечно, она испытывает, возможно, усталость. Но когда гости придут, когда будет вот сам этот обед или ужин происходить, то это труд, который она производила, оно будет проявлять любовь, радость, удовлетворение в ее жизни, в жизни других людей. Может быть, мужчины скажут, ну, как-то вот пример какой-то не очень, может быть, к ним подходящий. Ну, хорошо, вот у вас есть машина, и она у вас ломалась. Я думаю, что любой водитель, особенно мужчина, он никогда не оставит машину сломанную где-то на стоянке, она у него будет месяц стоять, там, полгода стоять, год стоять. Нет, он будет переживать, и он будет трудиться, он будет делать что-то для того, чтобы она ездила. Да, возможно, он затратит свои физические силы, будет или сам ремонтировать, или искать мастера, но он это сделает. И когда машина вновь поедет, то что будет? Будет любовь, радость и удовлетворение, потому что он снова может ехать на ней. К чему я это говорю про труд любви? А к тому, что мы с вами все находимся, да, в каких-то социальных, ну, я не знаю, институтах. Мы состоим в социальной связи друг с другом. И мне бы хотелось сейчас поговорить про такой институт, таким я сухим профессиональным языком говорю, про семью. Особенно про семью. Вы знаете, семья – это труд. И любовь между теми людьми, которые находятся в семейных взаимоотношениях, это не обязательно супруги, муж и жена, это родители, дети, бабушки, дедушки. Они также любят друг друга, и их любовь – это труд. Когда мы что-то вот делаем, я примеры, да, сейчас предлагала вам разобрать, мы что-то делаем, да, мы трудимся, и семья точно так же, она требует труда и вложений для того, чтобы получать радость, любовь и удовлетворение. Иногда, ну вот мы сейчас с вами разговариваем, мы с вами верующие люди, мы христиане, мы верим в Бога, да, мы молимся, просим Его, чтобы что-то изменить. Но вы знаете, очень часто, вот разговаривая с христианами, они говорят, что они, имея нужду какую-то в семье, непонимание или обиды, или ссоры, они говорят, что я, ну, когда спрашиваю, что ты делаешь для того, чтобы это изменить, он говорит, я молюсь. Я не против сейчас молитвы, это правильное решение, которое мы как бы принимаем каждый день, и первое, что мы можем сделать, это помолиться. Но вы знаете, даже Господь говорит нам, что мы всегда должны занимать две стороны. Первая – это наша сторона, наша часть. Есть наша часть. Это часть, за которую мы несем ответственность, и часть то, что мы можем сделать в жизни своей и в жизни семьи. И мы не можем пренебрегать ею, этой частью. Мы должны трудиться в семье, мы должны трудиться в отношениях друг с другом. Конечно, есть часть, Божья часть. Когда сам Господь, Он видит, когда мы исполняем свою часть работы, когда мы делаем все, что мы можем сделать со своей стороны, Он делает свою часть, Он покрывает благодатью, Он дает свое благословение. Как бы с нашей стороны, что мы можем сделать? Подготовить коня, да? Но битва, она всегда от Господа. Хотелось бы вот сейчас перейти к следующему. Раз мы заговорили с вами о взаимоотношениях, семьи, то вот смотря на то, что происходит сейчас, хотелось бы затронуть такую тему. Тема очень, ну, как сказать, непривлекательная. Мы все к ней испытываем такой достаточно негативный характер эмоций. Но я думаю, что нам нужно уметь как бы вот разбираться в этой теме и принимать эту тему в наших семьях. Что же за такая тема интересная? Это тема конфликт. Почему я сейчас-то говорила про труд, про то, что мы должны со своей стороны свою часть работы делать? Потому что здесь, когда мы строим семью, мы тоже трудимся. А почему мы это делаем? Мы вот когда, допустим, хотим водить машину, мы не просто покупаем машину и все. Что нужно, чтобы ездить на машине? Ну, только ее купить. Да нет же. Нужно научиться ее водить. А иногда мы вступаем в брак, пытаемся выстраивать отношения с нашим супругом. Мы не умеем этого делать. Или мы не учимся. Или мы не хотим задумываться, как это нужно делать. То есть мы должны потрудиться еще, чтобы научиться с вами. Глупо как-то думать, что это все само наладится или образуется. И, конечно, вы скажете, что в моей семье, я представитель, да, ну вот сейчас, на данный момент я один. А моя там половина, или там мои дети, или мои родители, они, ну, не хотят учиться, не хотят выстраивать взаимоотношения. Но мы же с вами об этом и говорим, что Господь, Он спросит с нас, нашу часть. Давайте мы тогда сейчас будем стараться и со своей стороны учиться исполнять свою часть достойно и ответственно. Что такое конфликт? Давайте с вами подумаем. Ну вот мы сейчас не будем эмоции подключать, там, какие-то чувства. Что такое конфликт? Это столкновение противоположных интересов, да. Это когда есть, ну, две стороны конфликта. Будем говорить про две. И у них разные взгляды на какой-то предмет, который, ну, обсуждение предмета или еще что-то. Они разные, они не одинаковые. И вот эти две стороны, которые занимаем мы, они не просто так противоположны, да, находятся друг против друга. Они, ну, представьте, вот два человека находятся, или мы говорим о двух. Ведь на самом деле нет двух одинаковых людей. И когда даже говорят, вот такие есть тесты интересные, что показывают картинку и спрашивают цвет. Какой ты цвет видишь на этой картинке? Интересно, что один человек может увидеть голубой цвет, а другой человек может увидеть даже оранжевый. И я сейчас не говорю о том, что они, один там болен, да, у него дальтонизм, он не различает цвета. Нет, два здоровых человека, которые различают цвета, но они могут увидеть на одной картинке разные цвета. Получается, что эти люди абсолютно нормальны в нашем понимании, но они все равно вступают в конфликт, потому что они не одинаковые, потому что они разные. И такими создал нас Господь. Тем не менее, занимая разные позиции по разным предметам, да, взгляды у нас разные, интересы разные, мы все равно стремимся быть в мире друг с другом. Я думаю, что вот это желание быть в мире, быть друг с другом в единении, да, в любви, да, вот это стремление к добру, в этом нас заложено Богом. Согласитесь, что тех людей, которые хотят быть постоянно в конфликте или которые любят ссориться, их значительно меньше. Да, сейчас иногда проедешь в транспорте или там пообщаешься с кем-то, и кажется, что некоторый просто это жизнь, это конфликт, или он любит очень ссориться и даже, ну, как бы создает, да, такие ситуации для того, чтобы постоянный был конфликт. Но все равно таких людей меньше, и это не правило, это исключение. Все равно мы хотим, особенно когда мы говорим о семье, мы хотим быть в единении со своими родными и близкими, мы не хотим быть в состоянии конфликта. Прочитаем, давайте с вами, с послания к римлянам, 12 главы, 18 стих. И там Павел, он говорит, обращаясь к римлянам, он и говорит очень интересные вещи. 12 глава, 18 стих. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. И мы вот на самом деле, это для нас очень важно, иметь такой мир. Интересно, что в другом месте Писания, ну и вообще, вот когда идет послание к Коринфской церкви, да, в первой главе, то там очень много Павел говорит о разномыслях, разногласиях, у них проблема была в Коринфской церкви. И там он говорит, что да, между вами есть разногласия и разномыслия. И он предполагает, что, ну, как бы объясняет, что да, это может быть для чего-то, да, для каких-то конструктивных целей. Но если он описывает дальше, когда он дальше говорит, то он говорит о том, что вот эти ваши разномыслия, которые есть, они не должны послужить для разъединения церкви. Да, у вас есть люди, которые по-разному мыслят, но это для того, чтобы открылись искусственные всловия. Но это не должно послужить к тому, чтобы церковь, она разделилась. Получается, мы стремимся к тому, чтобы иметь мир в собственной семье. Но мы разные, разные, потому что такими нас создал Бог, и мы имеем разномыслия. Но эти разномыслия не должны сломать изнутри нашу семью, они не должны сломать её. И как раз вот эта тема конфликтов, она служит для того, ну, вот она меняет семьи, она ломает семьи, она их разрушает. Когда? Когда мы не умеем правильно принимать конфликты и с ними справляться. Я думаю, что никто из вас не предполагает, что, возможно, семья без конфликтов. Многие говорят, я ссорюсь, у нас происходят ссоры. И когда мы говорим про ссоры, да, мы обозначаем какой-то негативный окрас, да, потому что ссора – это обычно связано с какими-то эмоциями негативными, раздражением, криком, каким-то непониманием, недомолвками или, наоборот, молчанием. Но вы знаете, конфликты – это не обязательно ссора. Ссора, да, ссора – это всегда конфликт, в который мы вступаем. Но не любой конфликт может стать ссорой, если в этом разбираться и подходить к этому правильно. И вы знаете, наша главная задача – это уметь решать конфликты, разрешать эти конфликтные ситуации, в которых мы находимся. Интересно? Мне вот тоже интересно, потому что я открою секрет. Я тоже и ссорюсь, и вступаю в конфликты, и в семье, и не только в семье. И учусь выходить из этих, как бы сказать, состояний, да, достойно. Давайте посмотрим с вами, как мы можем разрешать конфликты со своими близкими, со своими родными, даже, я не знаю, с коллегами или, может быть, с друзьями. Вы знаете, есть такой, был такой американский экономист Томас Кромбишеллинг. И он очень умный был, он получил Нобелевскую премию, и его интересовала не только экономика, ему были очень интересные межличностные отношения. И вот он выявил, разработал несколько стратегий выхода из конфликтной ситуации. Они очень интересные, и когда мы сейчас с вами будем о них разговаривать, то вы просто сами поймете, что вы тоже используете эти стратегии. Но мы с вами их обозначим более подробно и посмотрим, какими мы можем пользоваться. Потому что, вот допустим, я про себя знаю, что я в основном пользуюсь одной и той же стратегией, но я себя учу и меняю, чтобы пользоваться другой. Интересно. Давайте посмотрим. У меня есть такая интересная велочка. Вот я ее так поставлю. Она нам поможет разобраться в этих стратегиях. Первое. Это соперничество. Ну, вы, думаю, что все представляете себе, что такое соперничество. Когда одна из сторон пытается заставить принять свою точку зрения в другую сторону. Вот, например, у нас есть апельсин. И, например, одна из сторон, она говорит, этот апельсин мой. Ну и что, что ты хочешь? Тоже апельсин. Это он тебе нужен, он все равно будет мой. Почему? Ну, потому что, вот, я такой красивый, я такой хороший, я сильнее тебя, да, я тебя лучше, это мой апельсин. Это стратегия соперничества. Когда мы просто, ну, своим авторитетом говорим, будет так и не будет никак иначе. А это одна из самых худших стратегий выхода из конфликтной ситуации. Почему? Потому что этой стороне, которая занимает вот такую соперническую точку зрения, она неинтересна мнению другого человека. Ей неинтересно, что он думает, как он себя чувствует, что он хочет, да. То есть он просто, как бы, отрицает. В семье это очень страшно, когда одна из сторон занимает такую точку зрения. И когда во всех конфликтных ситуациях своим авторитетом муж или жена, они подавляют интерес от второго своего супруга. Следующая стратегия, это стратегия уход или уклонения. Это когда вот есть предмет конфликта, да, пусть это вот наш апельсин. Когда человек или сторона конфликта, она уходит, она говорит, ну, и не надо мне твой апельсин. Ну и что, что я хочу апельсин, да. И обе стороны они, или обе стороны, или одна сторона, она просто не хочет решать, уклоняется, уход от проблемы. Вы знаете, такое вот решение, если принимается сторонами, иногда оно, как бы, уместно, если вот этот предмет разногласий не предоставляет какого-то особого интереса. Ну или он неважный, знаете, как бы, ну неважно, ну и не надо мне, ну, то можно и принять такое решение. Но нельзя им все время пользоваться, нельзя все время уходить, потому что важно очень в своей семье выстраивать взаимоотношения. А как мы можем выстраивать, если мы все время уходим от конфликта? Третья стратегия – это уступчивость или приспособление. Когда человек отказывается от собственных интересов и приносит свои интересы в жертву другому человеку. Это когда он говорит, ну хорошо, возьми апельсин, я как-нибудь без него. Он тебе, наверное, нужнее, я без него вот как-нибудь обойдусь. Такое решение, такая стратегия, она тоже имеет место быть. Ну когда? Когда тоже вот этот апельсин, да, или предмет конфликта, он, ну тоже для человека имеет меньшую ценность, чем взаимоотношения. Да, когда ты не хочешь, ну, думаешь на чаше весов, твои взаимоотношения с человеком или предмет конфликта. И когда ты думаешь, что человеческие взаимоотношения, они будут, ну, для тебя важнее, ты, да, можешь уступить. Но я хочу сказать, что если человек постоянно или супруг постоянно занимает позицию уступки, он всегда, всегда так решает проблемы. То это не… На самом деле вот эта стратегия, это не решение проблемы, она же не решает то, из-за чего конфликт. Оно просто на время отодвигает, да, и потом конфликт, он снова и снова может как-то обостряться. Следующая стратегия – это компромисс. Вот для меня интересно всегда было, что вот компромисс, ну, это какое-то положительно, да. Ну, вот что такое компромисс? Это когда одна сторона принимает точку зрения другой стороны, но лишь только до определенной степени. Да. Как это? Ну, вот наши апельсинки. То есть вот у нас целый апельсин, и что мы выбираем? Мы говорим, ну, хорошо, ты хочешь, тебе нужен апельсин, мне нужен апельсин. Мы тогда берем, делим апельсин пополам. Одна сторона получает свою половинку апельсина, вторая сторона получает свою половинку апельсина. То есть мы нашли решение нашего конфликта, мы нашли решение нашей проблемы, и мы взаимно уступили пополам апельсина друг другу. Да, это хорошее решение, это здорово, но иногда оно тоже, ну, как бы для нас не совсем как решение происходит, потому что мы все равно друг друга не поняли. Мы друг другу просто уступили на время. И последнее простое решение, да, но на самом деле вообще непростое, это, как вы думаете, что? Это сотрудничество. Я сказала бы, что это самое, я не знаю, на самом высоком пьедестале, да, так как, как это, чему мы можем научиться, это сотрудничество во наших взаимоотношениях. Что такое сотрудничество? Это когда участники конфликта признают право друг друга на собственное мнение и готовы его понять. И они находят решение, приемлемое для всех. То есть они не делят апельсин пополам, а, например, они находят решение. Один хотел из этого апельсина сделать сок, а второй сделать пироженку с апельсином. И когда они во время обсуждений, во время взаимоотношений находят это решение, эта стратегия называется сотрудничество. Вот они вот так апельсинку супер, они ее даже не поделили. Они нашли, что, как они могут каждому, ну, вот его интересы, он любит сок пить, она любит пироженку есть, интересы обеих сторон, они были удовлетворены. Мы сейчас поговорили, да, вот так об этих вещах, сухо, да, но когда наши происходят конфликты, если мы говорим о семьях, то тогда, вот любуйтесь, кто хочет кушать, когда происходят конфликты, конечно же, обращаться вот к этим стратегиям, сухо, как к каким-то научным знаниям, или как-то вот это вот искать, это очень сложно. Почему? Как вы думаете, почему? Потому что в наших конфликтах, в наших ссорах примешиваются еще что? Еще наши чувства, эмоции, какие-то другие вещи. Но для того, чтобы нам дойти до наших чувств и эмоций, нам нужно понимать, как мы поступаем в наших ситуациях, как мы чаще себя ведем. Я вот вам назвала, да, вот эти пять стратегий. Соперничество, уход, приспособление, компромисс, сотрудничество. Хочу, чтобы вы сейчас подумали, чем вы пользуетесь чаще всего. Хочу сказать про себя, что раньше мне очень... Я чаще всего любила пользоваться такой стратегией. Это уход или уклонение. Либо же приспособление. Мне было проще отдать, и, в общем-то, и все. Но потом, когда я стала дальше выстраивать взаимоотношения, я поняла, что это неправильно, потому что это не способствует решению именно моей проблемы, именно моего конфликта. То есть мне что-то нужно другое. И я стала учиться для того, чтобы обладать вот этими навыками, то есть не оставаться вот в этом неразрешенными проблемами или конфликтами. Вы знаете, вот так получилось, я не знаю, но бывают исключения. Я хочу, чтобы вы понимали, что не бывает одинаково. Бывают исключения. Так получается, что женщины, они более расположены к тому, чтобы разрешать проблемы. Ну, хоть как-то. Ну, неважно как, да? Главное, ее решать. Вот. Мужчины же, они больше расположены не решать проблему, а от нее уклоняться. Это зависит от психотипов, зависит от эмоций, да? Ну, вообще мы разные. Бог нас сотворил, мужчину сотворил одним, женщину другим. Бывают, да, исключения. Вот, допустим, мне бывает легче уйти от проблем. Вот. И когда мужчина постоянно уклоняется от разрешения конфликта, это ни к чему хорошему не приводит. И вот хочется поговорить, чтобы мы, как бы, я так для себя назвала, тактика, да, в поведении, в разрешении конфликта. То есть, как мы можем себя вести. И вот первое, особенно для мужчин, для братьев, чтобы были вы внимательны к тому, что нельзя уклоняться от проблемы. Нельзя уходить от конфликта. Не думайте, что конфликт – это плохо. Я бы хотела сказать, что конфликт – это хорошо, потому что есть в этом возможность саму проблему сделать явной. Она вот где-то тайная, но когда идёт конфликт, проблема становится явной. И как проблема может решиться, когда она тайная? Никак. Просто у неё ноль возможностей решиться. Но если проблема становится явной, тогда её можно уже решить. Поэтому, дорогие братья, дорогие мужчины, никогда не уклоняйтесь. Для вас это очень трудно, я понимаю. Я сейчас скажу, почему для мужчин это трудно. Сёстры, это для вас. Почему мужчинам трудно принимать участие в конфликтах? А здесь включаются женские особенности. Какие же у нас такие особенности? Женщины почему-то решают проблемы очень эмоционально. Ну, это почему-то в кавычках. То есть для нас это очень эмоционально может происходить. Когда мы можем на эмоциях говорить какие-то неприятные вещи. Когда мы, во-первых, не только это говорим, но ещё и можем плакать, можем кричать. Это всё настолько выглядит неприятно для мужчин, они потому что этого всего не любят. То тогда, конечно же, им очень хочется спрятаться, убежать, где-то закрыться в другой комнате. Или они говорят, что я сегодня не буду на эту тему разговаривать. Поэтому мы со своей стороны будем стараться делать это менее эмоционально. Мужчины будут стараться не уклоняться. Братья, что вам хочу следующее сказать. Вам нужно понять свою женщину, вам нужно понять свою дорогую, любимую жену. В чём же понять её? А в том, что когда они это делают, когда они выносят проблему явно, пусть даже когда они это делают очень эмоционально, этим самым они не хотят затронуть вас, ну как бы негативно вашу личность. То есть они не хотят сказать, что вы плохой, вы неспособный, или вы какой-то там непрофессионал, или ещё что-то. Ну как-то вот оскорбить вас. Нет. Тем самым они проявляют свою любовь. Вы скажите, как это возможно так проявить свою любовь? Они не выказывают равнодушие своим поступкам. Худшее, если бы они никак не проявляли свои эмоции. Когда они проявляют свои эмоции, они этим говорят, что они хотят сохранить семью, они хотят сохранить хорошие отношения между вами. Да, они это делают, бывает, нехорошо, неправильно, некрасиво, но тем самым они всё равно заявляют о своём желании сохранить семью. И вам нужно это понимать, быть очень чуткими. Бывают такие моменты, когда какой-то конфликт на чём-то. Вот возьмём самое тривиальное. Хотя я знаю одну семью, у которой это была реально проблема вынос мусора. Вот для кого-то это показаться может смешным, но они на протяжении года сражались за то, как и кто будет выносить мусор. И это было очень большой точкой раздора для них. И возьмём, и, например, если это вот есть вынос мусора, и вам не нравится выносить мусора, жена считает, что муж должен выносить мусор. Детей нет у вас, да, так можно было на детей скинуть, но детей нет. А муж считает, что жена должна выносить мусор, а почему бы ей не вынести? Она думает, почему бы ему на работу пошёл с утра, захватил бы мусор. И из-за этого они, ну, как бы понимая то, что это, ну, ничего особенного, да, ну, вот так-то вот мы реально понимаем, что это не страшная проблема, она может подождать своего решения. Но если её всё время откладывать, да, и как бы там в тишине, ну, как сказать, нагреваться, да, медленно, как чайник нагревается, не как быстро, так медленно, там, медленно кипеть, то даже чайник, поставленный на медленный огонь, он когда-то закипает, он не останется таким медленно кипящим, то есть он из него всё равно пойдёт, вот этот кипяток польётся, поэтому нельзя это оставлять, нужно это решать. Следующее, что мы должны понимать в этом, что вот это вот раздражение, вот я уже оговорилась об этом, что вот раздражение, когда вот мы выясняем отношения это называют, или решаем конфликт, или ссоримся, когда раздражаемся, выражаем своё недовольство, то это не направлено против личности человека, да, мы не хотим сказать, что этот человек, или эта женщина, или этот мужчина, а не просто негодяи, и там таких, каких свет не видывал, да, или там глупый человек, или ещё, нет, тут нет личных нападок, и чаще всего это просто показывает глубину переживаний. Да, братья, чаще всего это не у вас происходит, а происходит у женщин. То есть эти эмоции, которые проявляет женщина, она показывает глубину переживаний, когда она начинает глубоко переживать, и в силу своего женского, да, существа, она это делает эмоционально. Поэтому никогда не думайте, что это против вас, отнеситесь к этому, посмотрите это с другой точки зрения. И самое главное, когда вы разрешаете свой конфликт, когда вы разговариваете, то вам не нужно торопиться. Вот мужчины, да, им очень сложно долго слушать. Я за своим мужем замечаю, что ему нужно как бы какой-то регламент, да, в разговоре. То есть я не могу говорить долго, сколько угодно, у меня должно быть маленькое предисловие, вот, но оно обычно для меня всегда это предисловие, потому что мне нужно подготовиться. Потом, значит, основная часть, и всё, и что хочу. Мужчины, ну, редко могут долго выслушивать. Но здесь, когда идёт разрешение конфликта или какая-то спорная ситуация, которая продолжается уже давно, то чаще всего приходится очень долго это решать. И приходится долго слушать друг друга. Будьте взаимовежливы, и имейте уважение друг к другу, выслушать от начала и до конца, не перебивая, не говоря друг другу, что это ерунда, ты какую-то ерунду говоришь. Важно очень услышать от начала и до конца. И чаще всего, это вот касается женщин, когда женщина, она выговаривается, то тогда бывает и предмет раздора, он тоже уходит. Представляете? То есть важно выговориться, и когда она видит, что её мужчина её слушает, то тогда она понимает, что её интересы, её точка зрения, её позиция важна для него. Он уважает её, а соответственно он её любит и понимает. Будьте терпеливы. Следующее, что мы можем использовать в тактике, в такой разрешении конфликта, это наше настроение. Вот это самое бывает тяжёлое, наше настроение. А что может происходить? Мы можем быть либо пессимисты, либо оптимисты, другого нам не дано. Вы знаете, ещё был такой интересный очень, есть психолог, он тоже разработал такую модель поведения, пессимистическую и оптимистическую. И вот давайте обратимся к ним. Как это вот в нашей ситуации, чем она может нам помочь? В ситуации ссоры или непонимания. Пессимистическая точка зрения, она что делает? Она предполагает, что у твоего супруга или супруги полно недостатков. И что, вот представьте, у вас конфликт, ведро мусорное не выносится. И когда вы вот этот конфликт испытываете, то вы предполагаете, что ваш супруг, он, ну вот он такой, у него куча недостатков, он не любит работать, он не любит работать по дому, соответственно, выносить мусор. Его таким воспитали, и он никогда не изменится. Как вы думаете, это поможет в разрешении этого конфликта? Это поможет вам более, ну как бы быть друг с другом в единении? Нет. Что делает оптимистическая точка зрения? Она говорит о том, что твой супруг или твоя супруга, да, она сейчас не хочет выносить мусор. Но она же как бы не такая, она же кушать не готовит, обед готовит, с ребенком в садик, ходит дома, прибирает. Она любит работать, ну, видимо, что-то вот у нее настроение плохое. Может быть, мусор не любит выносить, потому что от него плохо пахнет, она его в руки взять не может. Ну, это я к примеру говорю. Вот это оптимистическая точка зрения. Когда ты смотришь на человека по-другому. Вы знаете, вот сам Иисус, Он нам говорил, смотреть на человека его глазами, не смотреть на человека, вот этой пессимистической точки зрения. Что все, вот он законченный человек. Не важно, что я за него замуж вышла или там я на ней женился два месяца назад. Но это ужасный человек вообще. Я женился, но это ужасный просто человек. Он просто какой-то хуже негодяя нет. Хуже преступника, наверное, нет. Но ты относишься по-другому. Ты говоришь, так я вышла замуж за прекрасного мужчину, который меня любит, который меня уважает, который как рыцарь на белом коне. Или та девушка, которую я выбрал. Она просто прекрасна, она трудолюбива, она прям по образу Божьему. И вот когда мы смотрим вот так, то это нам наоборот помогает решать наши конфликты. Она вносит вот эту вот, я не знаю, нотку любви и уважения для того, чтобы выслушать, для того, чтобы понять другого человека в конфликтной ситуации. Пессимистическая точка зрения, она нас заставляет страдать, мучиться еще больше. А оптимистическая точка зрения, она нас утешает, она нам помогает, поднимает нас. Следующее, что мы можем принять во внимание, что нам может помогать, это можно прочитать в послании Иакова в первой главе 26 стихе. Там Иаков говорит, если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. И я думаю, в послании Иакова в разных главах мы можем найти про язык очень много. И вот следующее, чтобы я предложила, о чем нужно задуматься, в тактике, в разрешении каких-то проблемных ситуаций, это то, как мы обуздываем наши мысли и слова. Что есть в нас, о чем мы думаем и что мы говорим. Это очень важно, когда мы следим за своими словами. Вы знаете, некоторые говорят, когда я переживаю эмоционально, какая-то проблема, какая-то ситуация негативная, то эмоции берут надо мной вверх, над моим разумом вверх. Я не могу владеть собой. Интересно, что вот это владение эмоциями, это тоже очень легко подается обучению. Некоторые говорят, ну я такой родился. У меня бабушка, когда она была жива, у нее такое, ну она громко очень говорила, всегда. Вот сколько я ее знаю, она всегда очень громко говорила. И когда я говорю, бабушка, ну ты чего кричишь? Она говорит, это у меня голос такой, она всегда говорила. И вот тут тоже такая же ситуация, да, я эмоциональный, ничего с этим не поделать. Нет, вы себя обманываете, вы обманываете своих близких людей. Эмоции подаются контролю, но этому нужно учиться. Обязательно, и вот то, что мы говорили, слова, которые мы говорим, мысли, это все наши эмоции. То есть в основании любой эмоции лежит наше побуждение, то есть наше действие, наши слова. И когда мы с вами обуздываем свой язык, обуздываем свои мысли, да, мы какие-то прекращаем свои ядовитые мысли, какие-то возникают у нас нехорошие, да, в голове, которые могут отравить полностью все наше тело, ядовитые слова, ядовитые мысли. Ведь на самом деле это очень серьезно, то, о чем мы говорим, особенно близкому человеку, который находится рядом с нами. Поэтому будем учиться распознавать наши эмоции, эмоции своего партнера. Как это можно делать? Очень просто. Мы просто это берем и делаем. Мы хотим, самое первое, что это наша, как эта мотивация есть к этому. Вы знаете, вот очень много в последнее время говорят о том, что вот семья, семья, она вот раньше, да, пастор у нас проповедовал, что вот семья, она раньше вот была создана для выживания. И я так долго об этом думала и читала, и вот размышляла, думаю, хорошо, вот раньше на самом деле семья нужна была для выживания. Было очень много поколений в одной семье, как минимум три поколения, да, бабушки, дедушки, родители, дети. То сейчас для выживания, да, для того, чтобы там себя финансово обеспечивать, как-то следить за детьми, сейчас есть садики, ясли, школа, то есть все, ты можешь там нянечку нанять, то есть у тебя возможности есть. Для чего нужна семья? Вот я хочу, чтобы вы задумались, для чего она нужна семья, если не для выживания? И вот когда вот был локдаун, когда многим, вот многие были заперты в своих квартирах, я хочу сказать, мы часто говорили о том, что некоторые люди, ну вот в семье, да, они когда были закрыты в одном пространстве долгое время, они только начали понимать, с кем они рядом живут. Но я хочу сказать про тех людей, которые остались одни, которых не было партнеров, да, а в семье, то есть мужа, жены, или детей, или родителей, и они остались закрытыми одни. Вы знаете, для них это было самое большое испытание в жизни. Многие люди спрашивали, ну вот такой опросник создавали, и спрашивали у них, и они говорили, что они жалеют, что у них нет семьи, они жалеют, что у них нет мужа или жены, что сейчас они бы обязательно создали семью. Вот даже те люди, которые всегда были против этого. О чем это говорит? О том, что все-таки семья – это территория не просто выживания, а семья – это территория безопасности, во-первых, да, когда ты приходишь из внешнего, там, враждебного мира, ты проехал в транспорте, ты был на работе, ты общался с другими людьми, и ты приезжаешь домой, и тебя там принимают, тебя там любят, тебе там помогают раздеться. Вы знаете, Маргарет Этчер в одном, ну, как бы в дневнике, она рассказывает такую историю про своего мужа, что когда вот она была на съемках, у нее были всякие интервью, такие дни были очень, ну, заняты, да, и вот она бегала, то есть не могла, и она говорила, что когда она приходила домой, она не могла даже одежду снять с себя, то есть она заходила на порог, опускалась там на какой-то, не знаю, стул, и вот не могла даже пошевелить пальцем ни рук, ни ног. И что делал муж? Муж, он просто снимал с нее пальто, сапоги, брал ее на руки и нес в кровать. Вы знаете, вот для этого нужна семья, да, когда, допустим, муж, он работал, он там, у него был безумный день, что-то происходило с ним, какие-то ситуации не очень приятные, на дороге, там, я не знаю еще с кем-то. И когда он приходит домой, ему открывают дверь, ему улыбаются, его целуют в щеку, ему помогают там, раздеться там, дают поужинать, да, или наоборот это происходит, да, у нас сейчас по-разному бывает. Но когда вот это есть безопасность, территория заботы, территория взаимного уважения, поддержки, взаимопомощи, да, когда мы можем в семье помогать друг другу. Давайте не будем брать, допустим, мужа и жену, возьмем детей. Вот представьте, молодой человек, внук, там, сын поступает, да, в институт, сдает ЕГЭ, там, какие-то дополнительные экзамены, и вот его день очень сложен, ему очень тяжело, он готовится, эмоционально переполнен, да, ему страшно, что у него не получится. И вот он приходит домой, и что он видит, да, что вся семья, она понимает его состояние, она включена в его жизнь. И что делает, там, бабушка пирожки его любимый печет, мама там его по головке погладит, папа там ему, там, руку ему пожмет, по спине похлопает. То есть он чувствует, да, что он вернулся домой, и что его любят, и помогают ему. И сейчас семья, это территория вот такой, я бы сказала, эмоциональной взаимопомощи, да, эмоциональной включенности. Ведь на самом деле, если вот задуматься, да, что такое, ну, как бы крепкая семья, это когда оба супруга, да, или те, кто находятся в этой семье, составляющие, да, люди этой семьи, они эмоционально включены в жизнь другого человека. Когда один человек спрашивает, да, допустим, жена спрашивает своего мужа, там, про что-то, а тот отвечает, то есть взаимодействие, есть взаимодействие. Вот тогда семья, она крепкая. Вы знаете, интересно, что недавно был такой эксперимент, решили, ну, вот про эту эмоциональную включенность провести, и решили, как бы создать на какой-то территории студии, как квартиру для испытуемых, и брали мужчин и женщин, мужей и жен, супругов, и они там жили, ну, сутки живут, и за ними, вот дневное время наблюдают, вот, и смотрят эту именно эмоциональную включенность. И вот, что значит эмоциональная включенность? Вот, к примеру, идет день, там, муж с женой они сидят, там, кто-то, может быть, жена телевизор смотрит, или там, фильм какой-то интересный, мужчина там интернет смотрит, я не знаю, новости читает, и вот, женщина решает, ну, спросить, решила спросить, допустим, ой, а ты там рассказывала, что твой папа купил машину, вот, ну, а какую марку он купил машину? И у мужа есть разные варианты, и вот вы знаете, что в этом эксперименте происходило? Некоторые мужчины, они, например, отвечали, да, некоторые мужчины делали вот так, просто рукой, некоторые мужчины включались, они говорили, да, папа купил машину, и снова отворачивались, кто-то говорил, да, купил, фанцваген купил, да, ну, как бы, вот, хорошая машина, и разговор продолжался, и вы знаете, более крепкие семьи те, когда есть между супругами, сильная эмоциональная включенность, когда не просто отмахиваются друг от друга, или муж, например, жену спрашивает, как у тебя день прошел? Она ему там, ну, на женщину не очень похоже, ну, женщины разные бывают, вот, или, например, она отвечает, да так, вот, или, например, она отвечает, ну, по-разному, иногда вот, хорошо, иногда не очень, и если разговор продолжается, да, то тогда это происходит, именно, ну, взаимоотношения между мужем и женой, они более близкие становятся, это касается общих интересов, я не знаю, юмора, когда муж с женой, они могут смеяться над одними шутками, когда им интересно одни и те же истории, то есть это все, все включает эмоциональную взаимозависимость, да, и включенность супруга, и, вы знаете, это очень важно, и если вы сейчас слушаете, да, и вам больно того, что я говорю, потому что в вашем доме, в вашей семье это происходит не так, вот я говорила про территорию, да, там, поддержки, любви, уважения, и вы понимаете, что это не про вашу семью, да, это очень неприятно слушать, это очень больно слушать, но я хочу сказать, что это можно изменить, я сейчас не по теории, да, психолога, то есть пессимистическая, точка зрения оптимистическая, нет, я знаю, я знаю по собственной жизни, что это можно изменить, но для этого нужно желание, и хотя бы вас, вы должны это захотеть, и начинать этому учиться, вовлекаться в жизнь другого человека, вашего супруга, или ваших детей, или ваших родителей, то есть вы должны сделать первый шаг, давайте будем проявлять труд в жизни наших, в семье, в жизни наших близких, в жизни наших детей, да, мы, может быть, берем детей за руку, ведем на тренировку, с тренировки в школу, там еще, да, как бы кушать им готовим, и мы считаем, что вот, вот эта часть наша исполнена, но нет труд любви, это именно наша эмоционально включенность в жизнь, близкого для нас человека, и хочется еще прочитать, одно место писания, из Евангелия от Марка, 9 глава, 50 стих, и это как раз из Нагорной проповеди, где Христос, он разговаривает с учениками, говорит им, вот прям открыто, из своего сердца, говорит вещи, которые он сам переживает, которые очень важны, и в этом 50 стихе, есть, когда он говорит, что вы соль земли, вот, что вы должны быть солеными, да, что вы не должны потерять силу, и в конце он говорит, и мир имейте между собою, к этому мы призваны, так же повторяет апостол Павел, к этому мы призваны, то есть мы, я думаю, что Христос, когда это говорил, он не различал, что это говорил для учеников, ну, как вот между ними, только учениками, я думаю, что для Христа было все равно, это в семье, это будет происходить, в церкви, это будет происходить, где-то там между учениками конкретными, нет, между людьми близкими имейте мир, между людьми близкими имейте любовь, будьте милосердны друг к другу, да, то есть он предлагает нам, и он говорит об этом, потому что это на самом деле так может быть, если мы исполняем свою часть, за то, что мы отвечаем, и Господь будет покрывать, исполнять свою часть, давайте сейчас помолимся все вместе, помолимся за ваши отношения, да, за мои отношения, за семьи, которые нуждаются в обновлении, в изменении, вы, наверное, знаете, многие слышали такую притчу, да, про кофе, яйцо, да, там, про что, по-моему, про картошку, да, что когда варишь, там, яйцо, там, или, ну, там, картошку, кофе, то есть обстоятельства во всем, они разные, одинаковые, простите, одинаковые, то есть кидаешь в кипящую воду, и оно там варится, да, снаружи то, что сварилось, оно одинаковое, как было, такое осталось, вот, но внутри структура меняется, да, то есть вроде яйцо казалось твердым, но под воздействием кипятка, под воздействием обстоятельств, оно становится рыхлым, а кофе вообще, кофе, оно вообще структуру свою поменяло, оно раскрыло, свою внутренность, оно вообще стало другим, оно стало пахнуть, вкусно пахнет, это приятно пить, этот аромат, и также мы с вами, да, у нас обстоятельства, они могут быть одинаковые, да, но под гнетом каких-то, допустим, проблем, одинаковых проблем, один человек меняется, да, становится сильнее, а другой наоборот слабнет, давайте будем с вами не слабнуть, давайте становиться сильнее, дорогой наш небесный отец, мы сейчас все вместе молимся и просим тебя, благослови нас, благослови нас, Господь своей мудростью, ты говоришь в слове своем, что если у кого нет мудрости просить у тебя, и ты дашь это очень просто, мы просим у тебя мудрости, чтобы нам не оставаться в этих обстоятельствах, в которых мы находимся, но чтобы мы учились у тебя, учились твоей мудрости менять эти обстоятельства, менять себя в этих обстоятельствах, чтобы мы, Господь, учились строить наши семьи в любви, чтобы мы учились, Господь, слышать друг друга, понимать друг друга, мы молимся за наши семьи, чтобы на самом деле наши семьи – это была территория любви, мира, добра, понимания, уважения, чтобы мы, приходя в наши семьи, чувствовали себя безопасно, чувствовали себя любимыми. Господь, дорогой Небесный Отец, и мы сейчас молимся за тех, кто переживает какие-то большие проблемы, разногласия, кто находится, может быть, на грани развода или полного непонимания. Мы молимся – благослови этих людей, благослови эти семьи. Для Тебя нет ничего невозможного, дорогой Господь. Прикоснись к их сердцам, пусть в их жизни возникнет желание изменить, желание измениться, Господь. Наполни своей любовью, прикоснись к их языку, к их взаимодействию, к их эмоциям, дорогой Господь. Научи их любить друг друга во имя Иисуса Христа. Мы хотим, Господь, чтобы у нас были крепкие семьи. Мы хотим на самом деле исполнять Твою заповедь, любить ближнего своего, как самого себя. Мы хотим научиться любить себя и научиться любить ближнего своего во имя Иисуса Христа. Мы очень любим Тебя, и мы доверяемся Тебе, как дети доверяются своему Отцу. Благодарим Тебя, дорогой Господь. Давайте Его поблагодарим за Его милость и благодать. И сейчас мы с вами вместе, послушав слово, давайте принесем Ему наши десятины пожертвований. Большое вам спасибо за ваши открытые сердца. На самом деле мы очень ценим все, как вы служите своими финансами. Это для нас просто как чудеса какие-то. Если вы думаете, что вы не участвуете в чуде Божьем, то я хочу вас разуверить. Как раз вы совершаете чудеса. Мы это видим каждый раз, когда собираем пожертвования. Спасибо вам большое за ваше щедрое сердце. Давайте будем собирать пожертвования, и вы можете еще посмотреть ролик о способах пожертвования. Дорогие друзья, если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвования возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. В разделе «Услуг» «Набрать церковь. Новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа пожертвования на осуществление уставной деятельности. Любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова